Итак, настало время и для позитивных новостей. Зная о том, как сильно обеспокоены многие из вас судьбой Лубо, бельгийской овчарки Алина, сейчас мы все вам расскажем, но обо всем по порядку. Итак, Лубо, бельгийская овчарка Малинуа, последний верный спутник Алина в его одиноком королевстве. Но что же означает его кличка Лубо, спросите вы, расскажет Влада Красильникова, главный фотохудожник Паримач и большой друг нашего канала. Эта съемка была сделана в душе, в поместье Алан-де-Лона, неподалеку от Парижа. Это тоже эксклюзивный репортаж, специально для Паримач. И, опять же, для нас это был большой подарок, потому что в этот дом очень мало кто приходил. Имеется в виду фотографы и журналисты. И вообще этот человек по своей натуре, скорее всего, одиночка. Съемка была за несколько дней до Рождества. Когда мы приехали к нему, он стоял ровно в 10 утра у ворот. Мы подъезжаем тоже ровно в 10 утра. Встречает он нас с потом на лице и с фразой, что этой ночью я чуть не умер. Мы говорим, что такое? У меня была температура, мне было так плохо, я думаю, что я умру. Мы стали говорить, может быть, не будем вас беспокоить, отложим съемку на другой день. Ничего страшного. Говорит, нет, нет, проходите. Угостил нас кофе. Мы зашли к нему на кухню, и у него бегла собака. Лубо, как любовь. И когда собака подошла ко мне, обнюхала меня и говорит, дай ей лапу. Она мне дает лапу, мы с ней поздоровались. И Алан сказал, что раз моя собака тебя приняла, значит, заходи. Вот так начался наш день. Любопытно, что в отличие от большинства собака Лена, которые за все эти годы были подарены ему в благодарность за пожертвования и поддержку фонда Бриджит Бардо, что Лубо был подарен кем-то из друзей семьи. Предполагаю, что или Полин Бельмондо, или Кириллом Вигье, друзьями детства Антони, которые из мальства дружат и знакомы с Аленом. У Лубо есть брат, ну или сестричка. Тут наши эксперты, если сильны, меня поправят. Его или ее зовут Блё, как сборная Франции. И это питомец Антони, старшего сына Алина Далуна, который частенько привозил своего пса в души повидаться с братом Лубо. Лубо, Лубо. Ха, ты жалюсь, Луа. Али, Али. Как знают многие из вас, дружба Алена с собаками началась вовсе не в старости, а как раз наоборот, в ранней юности, сразу после фильма «Гепард». Со времен князя Танкреди собаки стали неизменными спутниками Алена, настоящим символом верности и преданности. Именно у моих собак я учусь той сдержанности и спокойствию, которые некоторые называют хладнокровием. Собаки стали одним из тех вещей, что составили его вселенную. Ален вспоминает, вы видели хоть раз, как собаки смеются? Я первый раз в жизни увидел, как собаки плачут. Слезы буквально вот так текут из глаз. Мой доберман вот так смотрел на меня, и казалось, он говорил со мной. Он словно хотел сказать, что да, я знаю, что ты хочешь, но я все равно люблю тебя. И это было очень трогательно и очень красиво. Говорят, что по ночам, когда все спят, собаки превращаются в людей. Не знаю, правда ли это или нет, но я ночной человек. И любопытно, что в этом фильме «Пес», который и положил начало столь долгой и верной дружбе Алена со своими четвероногими друзьями, речь шла о выборе между женщиной и собакой. Однажды он оказывается на площади Пегаль. Пес остается в машине, а он заходит в ночной клуб. Он входит, там и встречает красивую даму, и с ней завязывается романтический роман. И в какой-то момент он вдруг обнаруживает пропажу пса. И вам осталось узнать, кого он захочет отыскать, пса или даму. У вас никогда еще не было любимой женщины, не правда ли? Женщины. Они вас не любят? Женщины любят не нас. Они любят свою любовь к нам. При расставании им будет не хватать не нас самих, а то их прежние привычки нас любить. Вы так думаете? Ну, скажем, мне нужно в это верить. Чтобы глубже понять Алена, я рекомендую каждому из вас посмотреть этот малоизвестный фильм. В нем Ален был еще до наивности честен и правдив. И все его слова не только сценария. Они плывут прямо из его сердца. Любопытно, что и Бельмондо, его вечный соперник, к концу своих дней завершил свою карьеру также фильмом о собаке. Не смотрели? Он называется «Человек и его собака». Эта трогательная киноистория, несомненно, была вдохновлена тем юным фильмом Алена. Ну, вернемся к клубу. Итак, в 2018 году в интервью «Баримач» Ален сказал, «Если я умру раньше него, я попрошу ветеринара, чтобы мы ушли вместе. Он сделает укол, и пес умрет у меня на руках. Я предпочитаю это, чем знать, что он будет умирать на моей могиле от безумных страданий». Как все вы уже знаете из наших репортажей, в последнее время именно Розалии Ван Бримен, мать Аннушки и Алена Фабьена, выгуливала Лубо. И каково же было мое беспокойство, когда как раз накануне похорон Розалии тихо посадила Лубо в свою машину и увезла его из поместья. Не хотелось думать, что Лубо везут на эвтаназию, чтобы свято и беспрекословно исполнить последнюю волю его хозяина Алена Делона и усыпить бедного и уже немолодого пса, чтобы тот не провел свои последние дни в жуткой и безутешной тоске, воя от страданий. После загадочного сообщения фонда Приджит Бардо о том, что у Лубо есть новый дом и новая семья, подумалось, что Розалии везла тогда Лубо в собачий приют, где его передадут какому-то поклоннику Алена, который и будет теперь опекать престижную собаку самого Алена Делона. И какова же была моя радость, когда уже в воскресенье, на следующий день после похорон, Лубо был снова в душе и снова порадовал всех своим присутствием. Как рассказал Антони, по решению клана они решили здесь пойти наперекор в воле своего отца и не усыплять Лубо. Собака останется жить и получит не только новую жизнь, но и нового хозяина, новый дом и новую семью. Хозяйкой того, кто был последним приятелем Алены Делона, теперь будет та, кто до его последних дней была его самой последней любовью. И мистика, которой были полны все эти дни, проявилась даже и в этом. Ален Делон, великий возлюбленный Розалий Иван Бримен, вернулся к ней, переселившись в Лубо. Любовь, если по-русски. Спасенную ею бельгийскую овчарку Алена в полном соответствии с последней волей самурая. Растение, дерево или животное, в которое вы переселитесь после вашей смерти, безусловно, бельгийскую овчарку Малинуа. Следите за самыми последними новостями об Алене Делоне только на нашем канале. Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алена Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видео выпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты.